Привет вам, другие подруги, так же как и я, увлекающийся радиоэлектроникой. А в руках я держу самый что ни на есть настоящий транзистор. Черный, с буквенными обозначениями, со всякими там значками, ромбиками. И наверняка те, кто увлекается электроникой, знают, что вообще маркировка транзистора, она обычно начинается с какой-нибудь буквы, которая обозначает материал этого транзистора, но правда не всегда. Дальше идет серия в виде цифр, а дальше идет нечто загадочное. Э, подумал я, а что же значит вот эта буква Э на маркировке транзистора? Ведь мы знаем, что обычно на маркировке транзистора за числами, которые вот здесь, вот 214, стоит буковка такая Б, которая в современных транзисторах обозначает чувствительность. Чувствительность или же коэффициент усиления, но это только в современных транзисторах. А вот в старых транзисторах или же некоторых секретных транзисторах все совсем иначе. И об этом мы с вами сегодня немножечко, совсем немножечко поговорим. Все дело в том, что я раскопал некоторую секретную информацию, которой ужасно хочу с вами поделиться. Ведь не на всех транзисторах после вот этого числа, которое обозначает серию, вот здесь вот число 202, есть буквы вообще. А что может обозначать буква Э, даже ума не приложить и не придумать и не припомнить. Хотя давайте-ка я вам напомню свой один старый загадочный ролик, в котором мы с этой буквой уже встречались. Если кто-то вдруг скажет вам, что буква Э на этих транзисторах, это то же самое, что и буква Б вот на этих транзисторах, то он очень глубоко ошибается и может ввести в вас заблуждение. Потому как эти буквы обозначают совершенно разное для транзисторов, ну, либо устройство, либо состояние. Если в этих транзисторах буковка Б, в отличие от буковки А, обозначает повышенный коэффициент усиления, то в этих транзисторах буковка Э значит совершенно иное. Но прежде чем мы продолжим, давайте посмотрим, какие еще значки есть на этих транзисторах. И об этих значках я вам немножко расскажу буквально в двух словах. Многие считают, что на транзисторах обозначение звезды в круге или даже без круга, это то же самое, что и ромбик на вот таких транзисторах. Так называемая военная приемка. Но давайте посмотрим. Вот на этом транзисторе есть буква Э, есть ромбик, но данный транзистор абсолютно гражданский. А вот этот со звездой, давайте посмотрим его аббревиатуру. У него есть и буковка П, и цифры, а дальше вообще идет сумасбродное количество букв А, Э, В, П. Реально, этот транзистор действительно выборочной серии или военной приемки, или же спецзаказа. И, конечно же, он проштампован звездой и имеет буковки В, П. Но вы обратили внимание, что кроме того, что здесь есть и В, П и буковка Э, есть еще и буковка А. Как на обычных стандартных транзисторах, вот таких вот современных серий, П214, Б. Есть такие П214, А. Никакого отношения к военной приемке они не имеют, но зато они не имеют буквы Э, о которой мы сегодня рассуждаем. Давайте посмотрим всю мою коллекцию и посмотрим, на каких транзисторах эта буковка присутствует, буква Э, я имею в виду, а на каких транзисторах этой буквы нет. Чтобы вы не сильно запутались, я вам покажу все транзисторы. Примерно одинаковые корпуса, примерно одинаковый материал, ну все это Германии, и, конечно же, примерно одинаковые серии. А теперь смотрите. Минимальное количество цифр и букв содержится вот на этом транзисторе. П202. Я думаю, вам хорошо видно. Дальше идет ромбик, это производитель, и дата, а точнее год и месяц выпуска. Все. На этом транзисторе больше нет ничего. Абсолютно гражданский транзистор. И если за серией, которая пишется числами и цифрами, ничего нет, то можете считать, что это транзистор серии А. Некоторые транзисторы, конечно, отличаются, если у них после числа стоит серия А. Ну, это совсем другой случай, другая тема и другой разговор. Итак, П202 самый простой из этих транзисторов. Он гражданский, и он не имеет обозначения с буквой Э. Посмотрим вот на такой транзистор, на котором есть обозначение П201, но при этом еще присутствуют буквы АВП. При этом буквы Э на этом транзисторе нет. И мы его отложим вместе с вот этим транзистором, хотя этот транзистор, судя по серии ВП, это, конечно же, военная приемка. Но он также обозначен индексом А. Если бы вот это был 201 транзистор, в принципе, они были бы одинаковы. Но это военная приемка с индексом А, а это никакая не военная приемка, обыкновенный гражданский транзистор. Вот сюда их в уголок положим, чтобы никто не уволок, и продолжим. А дальше мы видим у меня в руках транзистор П203, у которого нет обозначения серии А, но зато есть буковка Э. Гражданский транзистор, несмотря на ромбики. Далее транзистор тоже с буквой Э, без всяких дополнительных серий, П201, и опять-таки гражданской наружности. Его отложим сюда, и посередине у нас будет транзистор со звездой, который мы уже знаем, что это военная приемка, потому что есть буквы ВП, и, конечно же, есть буква Э. Что обозначает буква Э на этих транзисторах? Если на транзисторе КТ315, который я вам показывал на картинке, мы так и не решили эту проблему, эту загадку, и вообще на нем написано, ХЗ его знает, значит, транзистор КТ315Э это ХЗ транзистор. То вот с этими транзисторами все гораздо проще. И сейчас вы на экране увидите тайну, я открою вам тайну, я вскрою корпус этого транзистора и покажу, что значит буква Э этого транзистора. Э-э-э, так вот оно как, так вот оно, что обозначает вот это обозначение буквой Э. Оказывается, для того, чтобы транзисторы при производстве были более стабильными, особенно это касается, конечно же, транзисторов военной приемки, внутрь транзистора, прежде чем надевать вот этот вот металлический колпачок и сваривать его вместе с корпусом, надевали металлическую маленькую экранирующую чашечку, которую вы видели на экране. Давайте еще раз ее покажу. Внутрь транзистора, которому предъявляются большие требования по чистоте, по стабильности, и чтобы стабильно транзисторы с конвейера выходили хорошими, прежде чем надеть вот эту вот шляпу наверх, то есть сперва организуется все вот на этом основании, база, эмитер, коллектор, вот, и чтобы все это закрыть железной шляпой, прежде чем это сделать, надевали небольшой металлический колпачок, вы его видели на экране, чтобы брызги металла при контактной сварке вот этого вот шва не повреждали кристалл полупроводника, а в данном случае в этих транзисторах Германии, и не служили дополнительным источником помех или же брака. То есть Э это экранированные транзисторы, которые могут быть как гражданскими, так и военными. И ничего более, если на транзисторе именно вот таких вот типов, именно с вот такими вот корпусами, есть буква Э, это значит внутри находится металлический экран. Наверняка могут попасться транзисторы, которые при встряхивании этим экраном должны звенеть. У меня такого транзистора нет, но зато вскрытые транзисторы часто при вскрытии вот этого колпачка, вот такого типа, роняется не только вот эта шляпа, а еще и выпадает маленькая металлическая чашечка, которой защищали этот транзистор во время изготовления. Вот собственно и вся тайна. Вот он весь парадокс. Вот он секрет буквы Э вот такого Германии транзистора. Ну конечно вот того, у которого буковка Э имеется. Ну вы меня поняли, ребята? Ну а на этом все. Пока, надеюсь, вам было интересно. И теперь, если кто-то будет вам прогонять пургу про вот эту буковку, вы ему точно сможете, как говорится, нос утереть и усы закрутить. Пока, ребята. С вами был Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока.